Мы на месте. Мы приветствуем Николая. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо, посмотри визуально, что мешает сканированию. У него подключка как бочка. Он летает с середины груди и вниз идет. По звоночнику прикреплена. Скэнер, разрежь эту бочку. Подсвечивая все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, связанные с этой бочкой. Они мигают. Скэнер их видит. Отключает, выводит это все. И как вы видите, отправляет в клетку тюрьму. Пошел процесс. У него по позвоночнику и на голову идет подключка. Вот эта бочка, у нее края. Они собирают информацию. Через него, через эту бочку. От головы у него стоит как конус такой. Купол в виде конуса он закрывает до середины глаз стоит. И вниз по позвоночнику вот эта бочка овальная. Вот это все как экран, только туда передается вся его память. Я бы сказала, вся информация, которую он знает. То вышло все. Отправляет это все в клетку тюрьму. То есть там конструкция целая была, да, Вера? Готово. Хорошо. Больше ничего не мешает визуально. Голограмма есть у него. Скэнер разрежет эту голограмму. Отключая ее полностью. Подсвечиваются все чипы, датчики, импланты. Все невидимые чипы становятся видимыми. Скэнер видит их, отключает полностью. И выводит из биополя. Как выйдет, отправляя в клетку тюрьму. Голограмма на его копию похожа. Также полностью. Полный рост вышла. Отправляю ее в клетку тюрьму. Готово. Скэнер дай мне на начало работы полноту души Николая на настоящий момент. 94. Понятно. 6% уже украли. Ну что же, начинаем работать. Даю команду. На счет 3 скэнер сканирует пространство над головой Николая под ногами. 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Николая. Находит все. От этой бочки и конструкции выстраиваются каналы к ответственным. Притягив всех в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. И от голограммы выстраиваются каналы к ответственным. Притяги ответственных за голограмму в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы. Здесь гуманоид. Гуманоид. Синий дракон. Синий дракон. И джин. Какой джин? 52.16. 52.16. 15. Он у нас какой еще? Синий или уже полузолотое? Синий. Синий. Хорошо. Откуда гуманоид? Откуда? Как долго ты находишься в этом биополе? Как долго? Как долго? Долго-долго. 15 лет. 15 лет. Контракты у тебя есть на пребывание в этом биополе? С ним? Нет контракта. Хорошо. Какой у нас синий дракон? Подожди. Стоп. Что? Притяни к этому гуманоиду. Конечно. Выстраиваются... Там еще кто-то должен быть. Ящер, скорее всего. Выстраиваются прямые каналы от гуманоида ко всем, кто с ним связан и притягивая всех в клетку тюрьмы. Стоят в клетке тюрьмы. Мои заложники. Да, есть ящер. Хорошо. Какой ящер? 302. Ты кто? Заказчик? Показывает на голограмму. Это его голограмма. Копия его. А с гуманоидом ты связан? Каким образом? Гуманоид делает всю работу. Понятно. Он выполняет твою работу. Перекачивает информацию. Голограмма. Создает ее. То, что мне нужно. И я не прикасаюсь к работе. Мне интересно насчет этой информации, которую ты скачиваешь. Какую информацию ты скачиваешь и для каких целей? Продавать? Обменивать? Не поняли, к кому вопрос? Вопрос к ящеру. Значит, ящер пользуется и его копией. Да. Вот это другая подключка, которая через позвоночник от головы идет. Здесь, ну вот, бочка, что мы сказали. Да. Поясница, которая подключена. Это гуманоиды информации. А сколько ящер находился в этом биополе? Тоже 15 лет? Нет, 6. 6 лет. Значит, первым был гуманоид, потом ты пришел. Хорошо. Здесь пока все понятно. Джин, 52-16. Как долго ты находишься в нем, в этом биополе? Подожди секунду, а вот этот гуманоид, он еще показывает, что были моменты, когда он как тушит вот эту всю конструкцию, дезактивирует, он говорит, и пережидает какие-то моменты, может быть, несколько месяцев, и потом опять устраивается и продолжает работу. А зачем ты такие паузы делаешь? Чтобы не нашли, он говорит. Ну, ты же все-таки 15 лет находишься у меня здесь. Я читаю просто описание. Он очень много раз чистился. Соответственно, тебя никто не нашел и не увидел? Он показывает. Голограмма? В разное время конструкция была по-разному создана, но дополнялись какие-то моменты, и он ее как дезактивировал. Она сливалась с его тонкими телами. Но он все равно должен как-то чувствовать ее был, ощущать. Но он на физическом теле ее и чувствовал. Я чувствовал, понятно. Сейчас начинаем с реверса энергии в процессе работы. Вот и я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии. Николая спроекцирует все энергетические и сферические каналы к ящеру, джину, синему дракону, гуманоиду, а также к их подключкам, голограмме, конструкции и бочке. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Николаю. Энергия страха, энергия неуверенности, энергии всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Возвращаемся к джину, пока идет реверс. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Он давно с ним живет, он в квартире живет. Джин с ним, 45 лет было ему. Ему было на тот момент 45 лет, когда он вошел. Джин подсернился к ним. Хорошо, контракт у тебя есть, джин с ним? Договоренность, мы весело проводим время. Ответ мне, у тебя есть договор с ним или контракт? Договор. Договор, хорошо, пишу договор. Какие условия договора? Мы весело проводим время. Джин, ты мне хочешь сказать, что это условия договора? Он показывает, что он имеет в виду. Потому что ты весело считаешь, это для него совсем не весело. Это какие-то компании, групповые встречи. Где все собираются и отмечают что-то, веселье? По-разному. А в чем в этом твое? Не обязательно, что они отмечают. Он показывает просто, как это все начиналось. На какой-то из таких компаний он подсоединился. 45 лет. Там был выброс энергии. От кого-то присутствующих? Нет. В помещении где-то было. И он там находился? Да. И потом выбрал Николая. Хорошо, здесь мне понятно. Какой у нас синий дракон? Он 27, 36. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? Два года. Контракты есть? Нет. Реверс закончился, Вера? Реверс закончился. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Николай забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли. До последней капли возвращает Николай себе обратно. Он хозяин своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз и забирает из этой бочки, из конструкции, из голограммы, частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на чистоте Николая находится мощным потоком, пошло назад. Усилие потоки в 50 раз. И ему из этой бочки как память возвращается. И она занимает пустоты, которые в голове. Откачали, да? Остались после откачки. Готово. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент. 98. Идем дальше. Будем искать. Итак, мы все забрали. Начинаем с вытаскивания. Ящер на той чистоте, что это осталось, что я еще не вытащил, кроме этой голограммы. И ящер вообще к нему не подключался. На его чистоте нет ничего, но 2% у него. 2% у него находится при себе или 2% он отправил в свой мир? В свой мир. У него копия есть еще. Хорошо. Будем возвращаться потом и к этому вопросу. Значит, тогда переходим к Джину. Джин, тебе выходить не надо. Втягивай в себя всю свою пыль. Все подключки. Ничего не забывай. Доклады готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он может сгореть. Он показывает, что когда он находится в компании, в группе, он как-то руки поднимает. Вот эти энергии у него есть, Джина энергии на руках. И он как в эйфории. То есть ему нравится, ему радостно вот эти общие энергии. И после этого идет опустошение. Теперь Николай знает причину. Эти энергии Джин собираются. Такой резкий облом и все. Он снял все. Хорошо. Синий дракон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай платы. Отключайся полностью. Где твои платы находились, дракон? У него в горле такое кольцо. И как оно действовало? Потому что все остальное там занято уже. Хорошо. Как это кольцо на него действовало? Выходи, вытаскивай его. Он наблюдал через это кольцо. Дракон за ним. Наблюдал за его действиями, за его развитием. За информацией, которую он получает. То есть ты обучался здесь? Или ты воровал энергию? Или то и другое? Он наблюдал и обучаться он говорит нечему. И я смотрел, чему его обучают, как он это принимает, чему он верит, что он анализирует. Вот это мне интересно. Зная настоящую информацию, мне было интересно наблюдать за этим. Так мы познаем человеческую росту. Мне тоже интересно эту информацию, которую он получает. Как с твоей точки зрения? Меня интересует твое личное мнение об этой информации, которую он получает. Он не хочет никого обидеть. Здесь идут разные слова. Он спросит тебя конкретно поставить. Я не говорю, чтобы ты кого-то хотел обидеть в этом плане. Мне кажется, он получает или не умеет определять информацию, ложную от информации, которая является истиной. Ты говоришь, что ты знаешь истинную информацию, и тебе просто интересно наблюдать сейчас за ним, как он себя ведет, получая информацию на своем плане, где он сейчас находится. Все так. Что там не хватает? Там не хватает анализа, там не хватает критического мышления. Что на твой взгляд? А критическое мышление бы не помешало, а также больше разной информации и спокойствия, внутреннего спокойствия, чтобы была возможность оценить. Хорошо. Или посмотреть, как наблюдатель. Он показывает, что сейчас он как в гуще чего-то, а ему надо отойти и посмотреть, чтобы понимать правильность информации. Все правильно, хорошо. Дипломатично ответил. Дракон меня устраивает. Переходим, идем дальше. Дракон снял, вытащил свое кольцо, Вера? Вытащил, да. И у нас остался гуманоид. Гуманоид, посмотри, на твоей частоте что-нибудь осталось, что я еще не вытащил? Да, осталось. Скэнер просканируй сейчас Николая. На частоте гуманоида его подключек. Найди то, что осталось в его биополе, не вытащенным. Отключай, выводи. Что и где находится, Вера? У него плата есть в спине, в области лопаток. Для чего она там? Какая функция? Через нее идут такие провода, можно назвать, но это энергетические такие, как полоски, а не как провода. Они подключены к маленьким энергетическим центрам в теле. Хорошо. Отключай, выводи это все. То есть у него оттуда идет подошвы, ног, плечи, ключицы, вот эти вот как стройки такие, они от этой платы разбегаются по всем небольшим энергетическим центрам. Как он это ощущал на физическом плане? Тяжность на спине. Хорошо. Он все снял. Скэнер вывел это все? Да. Отправляет его в клетку-тюрьму, выстраивается прямой канал от Николая к этой плате, и он реверсом отдает у нее все негативные патогены, что он от нее получил. Пошел процесс. Усилий его в 50 раз. У него была тяжесть, и еще ему не хватало дыхания. Это тоже было с платой связано? Да. Хорошо. Она влияла на легкие, как давила на них. На фантомы органов, понятно. Готово. Устанавливали фильтр золотой сеточки на этот канал в порядке реверса. Николай забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Усилий потоки в 50 раз. Что возвращается? Ему возвращается биоматериал на место, где была плата. Вот. Какая-то свежесть возвращается в легкие, легкость. Готово. Здесь мы закончили. А как мы все убрали, мы сейчас не проведем рассинхронизацию, так у нас есть договор у Джина с Николаем. Поэтому переходим сразу к аннулированию контрактов и договоров. Я обращаюсь к Николаю. Николай, у вас заключен договор с Джином. Вам это понятно? Да, понятно. Вы желаете его аннулировать? Желаю. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Николай взял ответственность за свою жизнь, в свои руки выразил это намерение. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активно и подсвечиваются. У него вышел этот контракт с Джином, таким неоновым цветом, и фантомные вышли. И фантомные. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Внутри законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, и вернулась. Открываю воронку в галактическое ядро. Все аннулированные контракты и договора вместе с фантомными контрактами и отработанными уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Николая с гуманоидом, синим драконом, джином, ящером, а также всеми артефактами, голограммами и конструкциями, находящимися в клетке тюрьмы. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. У него 2% души не хватает. Я помню. Он не сможет с ящером рассинхронизать. Хорошо. Тогда мы сделаем от меня рассинхронизацию. Переходим к возврату частичек души. Николай, у вас ящер украл 2% вашей души. Вы желаете их вернуть? Да, желаю. Сформулируйте это намерение. Выстраивается прямой канал от Николая к частичкам его души, где бы они ни находились. Прямой канал. 1, 2, 3. И реверсом забираем все частички души на его частоте. 1, 2, 3. Пошел процесс. Ставлю тебе монитор. Посмотри. У него есть копия. Там не только часть души. Там биоматериал есть. И возвращаем весь биоматериал, все частички души. Все, что на частоте Николая находится по этому каналу, мощным потоком пошли назад. Да, будет так, а так и есть. Он говорил, я чувствую, что я не полный. Готово. Отлично. Сжигаем этот канал. Сканер, дай мне полноту души на настоящий момент. 100. Хорошо. Здесь мы закончили. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Николая с ящером, джином, синим драконом, гуманоидом и всеми их артефактами находясь в клетке тюрьмы. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Он разговаривает со своей душой. Говорит, как же мне тебе не хватало. Я тебя долго искал. Вот и вернули. Синхронизация закончилась. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия достигнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Ящер, ты в квартире, Николай, не присутствует. Не присутствует. Присутствует джин. Синий дракон, ты присутствуешь в квартире? Нет. Гуманоид, у тебя есть подключки в квартире? Есть, да. Хорошо. Значит, тогда сделаем следующее. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Потом. Джин, я тебе открою сейчас портал в дом, в квартиру, где живет Николай. Собирай всю свою пыль, все подключки, все, что ты оставил на своей чистоте в квартире. Я приду, проверю и отправлю тебя на твою чистоту. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Николая. Джин идет в этот портал. Забирает, что принес. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли на связь. У меня здесь классическая комбинация. Ящер 302 и гуманоид с Уты. Гуманоид с Уты находился 15 лет. Куча подключек, находятся все в клетке. Ящер украл 2% души. Мы вернули эти 2% из... Он не украл. Не украл. А что ты сделал? Он тебе дал это добровольно? Выкупил гуманоида. Ты купил ворона. Ну, в общем, Ли разберется. 2% мы вернули. Он находился 6 лет, по его словам. Мы забираем ящера, гуманоида. Голограмму уничтожайте. Подключек мы забираем. Хорошо. Под голограммой открою воронку в галактическое ядро. Голограмма уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все их забрали? Да. Клетка пустая? Пустая. Поехали дальше. Переходим на частоту. Магическое воздействие. Если таковое силе было, проявляется. Есть ящера. Фантом. Выходит фантом ящера. Открывая воронку в галактическое ядро, фантом уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Больше ничего нет? Нет. Переходим на частоту, переходим к закачке энергии подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужно Николая и какая частота вибраций. Значит, у него идет 390, но вибрация идет 24 и 28. Две цифры, то есть подключки в верхних чакрах, верхних трех 28, остальные 24. На счет 3 макушку головы Николая начинает поступать 7 высоко вибрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Частота вибраций коронной чакры третьего глаза и голосовой чакры поднимается до 28 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Меркабу у нее нет в биополе сейчас? Я не вижу Меркабу. Создаем защитную оболочку под средней тонкой копии Николая к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в его биополе. Пошел процесс. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Николай, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Радостно, но спокойно. Чувствую гибкость во всем теле. Приятное, теплое ощущение. А главное, я целый и чувствую эту целостность. Это дает мне спокойствие. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok